ребята привет как ваше настроение рада видеть вас у нас гостях спасибо за приглашение очень мы тоже рады что привело вас к созданию дуэта мираж откуда возникла такая идея создание дуэт миража вообще наш продюсер он создал дуэт миража с двух тысяч четырнадцатого года вот до сих пор мы вот выступаем уже сколько девочек было в дуэте последние вот ходиша сейчас поет у нас а какими были первые ваши шаги в творчестве хатиша вот вы когда начали петь я начала петь еще в школе выступала в 16 лет я начала петь вот это до сих пор продолжается пою сейчас теперь в дуэте я тоже вот школьных времен увлекался музыкой вот музыкальными инструментами пел потом уже после окончания школы у меня вот началась уже усиленная к музыке до интерес уже появился пусть это вот я пою сейчас а почему вас только двое почему именно дуэт потому что наш продюсер так захотел то это сейчас данный момент на дуэт как говорится спрос лучше они сейчас более востребовали до вас интересно а кто все-таки из вас главный в дуэте давайте из нас главное да как бы мужчина я слушаю себя всегда расскажите о ваших успехах где вы уже успели выступить на каких мероприятиях праздниках мы выступаем везде вот например были недавно в узбекистане выступали мы были в алмате в таразе много выступаем мы у нас выходного нет как говорится то есть получается что это ваша основная работа или же все-таки пение это хобби пение для меня хобби основой работы я занимаюсь предприятий ски действий работают один на выходишь а я думаю кажется это моя основная работа потому что это моё мне нравится это я хочу так работать то есть у вас хороший заработок получается но не сказать это коммерческая тайна у нас хорошо а возникает ли между вами недопонимание или у вас все всегда идеально и главное все всегда идеально гладко потому что у нас как продюсер хорошие у нас понимать администратор есть у нас два администратора вот продюсер нет секретарши только два продюсера один продюсер два администратора и дуэт водитель водитель сам администратор на свойств ясно хорошо а сколько раз в неделю вы даете концерты концерт как говорится мы выступаем неделю иногда семь раз иногда десять раз не в концерта как мероприятие атмосферу а на каком языке вы обычно поете на разных языках поем казахская первую очередь казахская русская узбекская вот английская испанская какой попадется вот у нас в нашем репертуаре много песен и на все на разных языках и справляетесь прям вам так легко дается здорово планируете ли вы выпустить свой первый клип или у вас уже есть клипы у нас до этого клип был сейчас ну дай бог будет дай лох клипы будут мы планируем да сейчас авторские песни как закончится мы сделаем клип а он будет сниматься в шимкенте или другом другом месте узбекистане ташкенте ташкенте лучшим кенте можешь в алмате будет это уже не от нас зависит это от продюсера от продюсера и от режиссера самый главный хорошо что вообще для вас было самым сложным именно формирование дуэта сложный самый сложный откровенно вам сказать да самое сложное у нас вот девчонки постоянно менялись а как долго они у вас задерживались с вами может быть дело вас вообще может быть вы злой какой-то раз они все сбегали нет просто все замуж выходят как они в дуэт попадают после дуэта все в замуж уходит вот у вас какой счастливый дуэт слушайте мне тоже надо ну блин я правда жалко не пою а вы ходишь она долго вообще или или как или тоже пока замуж не выйдете нет я пока замуж не собираюсь наверное пока не выгонят я не уйду а вообще как вы нашли хадишу или она вас сама нашла так это у нас был кастинг мы объявили по кастингу по знакомству вот нашему продюсеру там обратились и вот она попала к нам моя мама обратилась тоже она поет ясно а вообще что необходимо для полноценного успеха вот у вас есть какие-то цели определенные вот вы сейчас покорили к примеру шумкент ташкент алмату а собираетесь еще расширять ваши границы популярности обязательно какими способами способами своими с хорошими песнями хорошим клипами чтобы все видели все восторге были от наших клипов от наших песен но это мы уже планируем это делать а вот у вас есть какая-нибудь своя фишка изюминка вашем дуэте там я не знаю фишка у нас фиш фишек много это песни у нас хорошие есть вы пер твари вот и за песен у нас все приглашают вы сказали что у вас получается продюсирует так основательно и серьезно с продюсером у вас хорошее отношение он вас ругает бьет наказывает это он не бьет но он с нас нет он спрос делает с нашей стороны вот если минусу будет он нам это говорит какие-нибудь чего у нас вот например мы где-то что-то ошибку допустили он нам говорит это вот например когда ты выступаешь вот так неправильно делаешь вот здесь вот так он нам подсказывает не ругает а просто он говорит так как брат как продюсер вот но честно вот по чесноку да вот вы уже вы выступаете или все-таки под фанеру 50 на 50 у не везде и не всегда это зависит от мероприятия от аппаратуры зависят в основном как 50 на 50 у нас хорошо а сколько стоит ваше выступление наше выступление я не зависит цена наше выступление стоит очень дорого нет это коммерческая тайна тоже мы это не афишируем такой это наш продюсер знает и он то что нам платит это хорошо вы тоже знаете сколько вы стоите или нет или вы знаете мы не знаем насчет цены насчет этих все решает продюсер это коммерческая тайна обалдеть а если он вас продал за 100000 у нас и мы же говорим в начале сказали это у нас все по чесноку все по чесноку он он как она изговорит все значит вы ему доверять доверие когда присутствует это здорово вот из-за этого он и продюсером хорошо а вот как вы считаете с чего надо начинать новичку если он хочет пойти по вашим стопам вот он решил заняться вокалом потом создать группу и уже на этом зарабатывать хадиша ваши советы это скорее всего желание захотеть и работать над собой побольше и родиться девочки с красивыми глазами не это и не в том случае если вот например хочешь стать музыкантом вот например кто-либо любой же не может это это от бога тоже ну да согласна ну хорошо человек вот талантливый к примеру может петь там играть на каких-либо инструментах ну вот не знает он с чего кому обратиться вот реально кому тоже от удачи от удачи от бога это все это в первую очередь во вторых ему нужен хороший продюсер он где-то должен себя показать этот певец вот где-то вот должен там в конкурсах участвовать ну короче а продюсер это дорого вообще дорогой удовольствие или как не знаю насчет этого вас бесплатно продюсер нет он финансирует да ладно хорошо а вот как вы находитесь заказчиков или они сами на вас выходят они сами на нас выходит то есть уже популярность делает свое дело и уже они сами да со свадьбы вот ну например на свадьбу выступаем вот кому-то понравилось наше выступление подходит визитку забирайте все доля ца идет ходишь а вы ведь актриса в прошлом у меня сейчас пауза чуть-чуть а в каких фирмах вы снимались я снималась в основном узбекских фильмах здесь в шумкенте в ташкенте мне свои клипы у меня был один сериал четырех сиреней и вы показывали еще по телевидению фильмов у меня не много шесть фильмов у меня есть краткометражные все снимались здесь также это популярный фильм или такие более любитель сериал только у меня был удачный выстрел да хорошо ладно а у вашего дуэту мираж есть инстаграм аккаунт да есть есть как вас найти дуэт мираж админ написано сколько подписчиков уже 5000 а на вашем личном аккаунте сколько мой моем личном аккаунте это мне новый сайт тот заблокировался сейчас где-то 1200 всего а у вас у меня есть в инстаграме страничка ходите офишу 19000 с лишним здорово фарук вы ведь обладатель первого места в песенном конкурсе называется афарин афарин да тогда расскажите нам о ваше это это достижение у меня получилось 2006 году я участвовал в конкурсе вот южно-казахстанском области у нас этот конкурс прошел узбекском культурном центре это вот получил первое место как эстрадный певец и и что вам за это за это да ну то время грамоту там наградили мне это мне устроить то время дивиди был у нас моде 2006 году медаль дали диплом дали самое главное мне дали первое место это вот у меня вот этот не хватает подарки это второстепенно у нас ребята большое спасибо что пришли к нам в гости я желаю вам творческих успехов успехов и напоследок хотелось бы услышать от вас пожелания нашим телезрителям телеканала твк как как можно интересно и необычно провести свой уикенд выходные да что можно замутить такое чтобы прям вау запомнилась это нам запомнилось или нет это чтобы зрителям как можно хорошо отдохнуть отдохнуть сейчас уже например весна лето уже можно в парке погулять я вот сама гуляю за границу в море ну сочи вот на кусочек может поднимая конечно у кого нет таких финансовых возможностей что им не почему нашим кенте тоже очень много красивых очень много красивых парков можно пойти там и погулять чисто можно в ресторан и пойти посидеть с друзьями самый лучший вариант это дендропарк сейчас свежий воздух там все есть дендропарк до отдохнуть там вечно парковочные места забиты вот реально вот реально они вечно забиты это просто мои нервы ладно большое спасибо рада было спасибо вам хорошего до свидания